Мечта любого подростка, где-нибудь от родителей уехать, костры, романтика, вместе там все. В ночь, когда это был шторм, когда в Азовском море не было ни одного судна, единственное плавающее средство акватории Азовского моря, это был плот Коньтики, на котором было, пусть простят меня, понимающие люди, 7 семиклассников и 4 четвероклассников. Ни один нормальный чиновник не подписался бы под тем, что дети поедут путешествовать в какую-то другую республику, на плоту, на парусном, в общем, как бы не луже. У меня до сих пор вопрос, как мы вообще живыми остались. Он понимал, что дело хорошее, но подписаться под этим делом он, конечно, не мог. Сначала-то на эмоциях, потому что он сам перепугался, что у Авроры кто-то швартуется, он не в курсе. Добро на эту поездку ему давал сам король Норвегии. Друзья, всем привет! Я думаю, что все помните Владимира Ивановича Коваленко, у которого я уже брал интервью, в котором он рассказывал о своем кругосветном путешествии на велосипеде. И случилось такое событие, что я вот сегодня нахожусь в Новосибирске, прибыл к нему, и как раз сейчас нахожусь в музее, в 11-й школе, в музее Кантики. И сейчас Владимир Иванович расскажет уже тебе подробно, как этот клуб зарождался. В 1947 году. Еще тогда никому неизвестный молодой ученый Турхи Эрдалк. Призадумался относительно теории миграции древних народов в те допотопные времена. Потому что была одна тема, которой единого объяснения этого феномена не было. То есть были культуры в Латинской Америке, вся культура Майя, Ацтейки, вот это все, и вниз туда потом Перу, и вот вся Южная Америка. И там населяли определенные народы. И у них были свои культуры, свои истории, своя мифология, свои традиции и так далее. И были острова Полинезии, которые населялись тоже своими народами. Но загадка была в том, что они по своему генотипу, и вот они очень были единообразны народам, которые населяли Латинскую Америку. И по своей культуре, по своей мифологии они очень походили, очень было много общего. Более того, животные, которые на страхах Полинезии были, они имели какие-то общие параметры относительно тех животных, которые жили на… Ну, имеется в виду домашние животные, которые жили вместе с людьми в Латинской Америке, вот этих древних народов. И в том числе, там те же самые пальмы росли аналогичного формата. А ученым всем известно, что вообще кокос, он не может распространяться по океану, потому что соль, она уничтожает кокосовый орех, поэтому предположить, что там где-то в Южной Америке пальма уронила кокос, он упал в океан, и его туда занесло, и он там пророс, не катило. И вот эта загадка происхождения вот этих народов на островах, далеко удаленных от материковых частей, любых континентов, она как бы не находила свое объяснение. Была разная теория, что там из Индии откуда-то люди там попали. Вот Турхердалов вызвал теорию, что вот эти люди пришли, изучив мифологию, и вот народов, населяющих Латинскую Америку Южную, и народы, населяющие вот эти острова Полинезии, он нашел много общего. И везде сквозила вот одна и та же идея, что вот когда-то, давно, там какие-то, там были войны, потом одни построили плоты и ушли на этих плотах в океан. Это на Южной Америке народы говорили, а люди, живущие на островах Полинезии, они говорили, что наши предки пришли вот на плотах. И вот он теорию такую создал, что да, действительно, вот в силу разных обстоятельств люди построили плоты, причем были описания, что это была бальса, которая прорастала вот как раз в Перу, там, Колумбии и так далее. И что они построили плоты, они знали, как ими управлять, и они вот микрировали с берегов вот этого континентальной Америки на острова Полинезии. Но над ним все потешались, но он решил со своими друзьями построить плот, и за 101 день они, выйдя из прибрежных вод Латинской Америки, Южной Америки, они уткнулись в один из остров Полинезии, то есть тем самым доказав, что это возможно, что бальса позволяет построить судно, которое может пересекать океан. Ну вот. В дальнейшем он потом совершил еще целый ряд экспедиций, таких очень известных, это были на папирусных лодках Тигрис, Ра, и, собственно говоря, в силу того, что вот в его экспедициях на папирусных лодках в числе вот его бригады интернациональной был Юрий Александрович Сенкевич, он тогда работал в Институте медико-биологических проблем, там исследовал поведение людей, он медик был в экстремальных условиях, и вот Турхьердау пригласил от Советского Союза одного участника с функцией врача корабельного, ну, на своей лодке, на эти, на папирусной. И вот выбор пал на Сенкевича, он с ним походил, и, собственно говоря, вот это потом пошла популяризация этих путешествий Турхьердала и его имени, именно благодаря тому, что там был Сенкевич, и Турхьердал хорошо относился к нашей стране. Потом Юрий Александрович стал клуб кинопутешествий вести, стал, наверное, первым блогером, таким вот конкретно блогером, которому было позволено путешествовать по миру, снимать и рассказывать нашим советским гражданам, которые были ограничены информацией о жизни по всему миру, вот он рассказывал, что он видел. Снимал, ну, это была самая популярная передача. И, соответственно, вот на гребне вот этого всего первая книга Турхьердала, ну, не первая, а такая наиболее известная, это как раз «Путешествие на контике», вот, была издана в Советском Союзе еще в 50-е годы, и она, в силу того, что нам мало, то, что это вот время было такое романтичное у нас, тогда вот еще не так далеко были истории, там, про Челюскинцев, там, Папанин, там, это все, вот это мир открыть, там, космос, это все, в общем, это была эпоха, когда люди восторгались от этого открытия, вот этого мира для себя, вот. И эта книга была издана, она была, она написана очень хорошо была, ну, достаточно сказать, что книга Турхьердала была издана на 82-х языках, и она была издана у нас в Советском Союзе. Ну, кстати, в Советском Союзе это единственная страна, где книга Турхьердала была издана для слепых. Для слепых, то есть это единственный прецедент был и остается до сих пор. Вот, и вот нам эта книга попалась в руки. Ну, в данном случае, как бы, вот Олег, фотография наверху, Олег Валентинович Маркин, который, собственно говоря, пришел в школу 11-м, в 75-м году молодым преподавателем, а я тогда школу заканчивал как раз. И вот первое мероприятие, которое мы начитались, как бы, он со своей стороны, я там тоже на макулатуру наменял эту книгу, ее купить нельзя было, «Путешествие на Контики» такая. Я две книги, я помню, выменял, «Путешествие на Контики» Турхьердала и Ильфа Петрова 12-тулев, вот тогда я на макулатуру. Обе книги мне очень нравились. И, скажем так, они, наверное, как-то повлияли на мою судьбу очень сильно, обе причем. Вот, значит, «Путешествие на Контики» в одну сторону, а похождение вот «Остапа Бендера» – ну, своеобразная такая школа была, вот, формирование моего маркетингового мышления. Потому что «Остап Бендер» все его воспринимают как такого веселого и сумасбродного, такого, ну, скажем так, мошенника, да. «Так и быть, 50 процентов. Половина моя, половина наша». Ну, на самом деле, если вот внимательно читать, то у него мышление было маркетолога. Вот, то есть, он мыслил очень креативно. Вот, так вот, и в 75-м году я заканчивал школу. Олег пришел, только молодой преподаватель. Мы с ним, как бы, вот, находились очень в хороших отношениях, потому что я был такой спортивный весь у себя. И вокруг меня класс такой спортивный держался. Я таким был, ну, скажем, неформальным лидером в какой-то мере. Вот, и мы решили на 9 мая организовать тот слет первый в истории школы. И вот он собрал своих восьмиклассников, с которыми он, ну, мы уже были оторваны для него ломать. Ну, выпускники 10-го класса, все, мы уходили. Вот, но объединили. Он собрал восьмой класс, на которых он делал планы, а я, как бы, десятиклассников собрал. И мы поехали за город, переночевали, палатки, костры, там, гитары. Все это было интересно. И, собственно говоря, вот с этого мероприятия и считается рождение вот идеи клуба «Контики». Потому что вот за костром там все это оговаривалось. И год прошел, была подготовка. В 76-м году первый плод, простой, из бревен, камеры автомобильные под эти бревна были подведены. Было совершено первое путешествие по реке Опи. То есть, вот его, Олега, восьмиклассники, они вот сходили. Всем очень понравилось. Все были в восторге от этих путешествий. Ну, надо понять, что это вот мечтали бы у подростка, там, вот, где-нибудь от родителей уехать. Костры, романтика, вместе там все. И, собственно говоря, вот на следующий год этот эксперимент был продолжен. Был построен новый плод. И на нем было совершено путешествие по Обскову морю. От Камня до Аби и вот до Новосибирска. Вот. Но это было начало. Потом, ну, когда вкус приходит во время еды, да, так и вот с путешествиями. Когда совершаешь что-то простое, тебе кажется, мир приоткрывается, тебе хочется чего-то большего. И на 78-й, 1978-м году уже мы с Олегом планируем экспедицию на Иссык-Куль. И это был вызов. Вот. Потому что, во-первых, надо было создать конструкцию плота разборную, чтобы ее можно было разобрать, построить, разобрать, погрузить в контейнер, отправить, там опять собрать. Вот. И вот в течение всего года мы разрабатывали конструкцию. Там были найдены такие оригинальные решения. Как этот плот сделать, чтобы он входил в трехтонный контейнер. Вот. И в 78-м году группа у нас там была в основном девятиклассники. И было два восьмиклассника. И мы отправились на Иссык-Куль. И месяц мы там путешествовали по этому Иссык-Куль, под парусом, плот Кантики. И, собственно говоря, в рамках этого мероприятия была сделана и первая пиар-акция. Вот если я считаю свою карьеру, скажем так, как пиарщика, первый кейс это 1978 года. Причем я могу сказать, что даже по нынешним меркам эта акция была такая, ну, охват в первом приближении был 25-30 миллионов. Это когда еще интернета не было и соцсетей не было. То есть я так думаю, что даже у Дудя таких результатов нету. Наверняка. Да. Ну, это так, верничаю. Но на самом деле был снят фильм документальный. Там была, вот для чего это была пиарация. Ну, с одной стороны, было понятно, что нам надо как-то вот себя пиарить, потому что у нас планов было громадье. А с другой стороны, там вопрос стоял так, что ни один нормальный чиновник не подписался бы под тем, что дети поедут путешествовать в какую-то другую республику, на плоту, на парусном, в общем, как бы не лужи. А Иссык-Куль достаточно серьезное озеро. Вот, поэтому мы, конечно, сбежали. И мы понимали, что по возвращению, директор школы был в курсе, Виктор Николаевич, он в курсе был, он просто на это закрывал глаза, потому что он понимал, что дело хорошее, вот, но подписаться под этим делом, конечно, не мог. Поэтому... Иссык-Куль-то маленькое море, недовольство. Да, поэтому, ну, мы изучали. Мы знали, что там, да, бывает шторма, но шторма все-таки это зимой и осенью, там весной, летом более-менее спокойно. Там и летом бывает, задувает, но мы провели достаточно такую подробную работу, поняв, что вот июль мы как бы там, и если не соваться куда не надо, то в общем как бы, ну и плод, мы верили в плод, что он достаточно надежная посудина, это не лодка, которую можно перевернуть и там не судно, которое может поломаться там, если пойдет на два гребня. Плод, вот он, он как лист бумаги, это то, что описывал Турхердал. Потом у нас было много возможностей подтвердить, что его предположения не верны были. Но, тем не менее, мы понимали, что директор под угрозой и Олег, он работал в школе, я тогда был студентом еще, в институте учился, что могут всех поувольнять и закрыть всю эту лавочку нашу. Вот и поэтому надо было сделать какой-то такой пиар-ход, чтобы о нас узнало много людей и поддержали. Вот и у нас был, возник сам по себе вариант, нам, мы когда были на Новосибирском телевидении, уже вели переговоры о том, что когда мы вернемся с экспедиции, что будет большая передача, посвященная нашей экспедиции. Такой локальный пиар был уже заранее. И во время этих разговоров о будущем на нашем телевидении нас один дядька начал упрашивать, чтобы мы взяли его сына к себе в команду. Ну, мы сначала упирались в том, что у нас дети целый год конкурс проводятся, они целый год ходят, тренируются там, ну, это серьезную работу не проделалось, чтобы попасть в экспедицию. Тут мы берем кого-то из другой школы и просто так вне конкурса не поймут нас детям. Вот, но он настойчиво нас упрашивал, в результате ему выяснилось, что он оператор нашей новосибирской студии кинохроники, западно-сибирской студии кинохроники, там оператор, и он просит за своего сына, и потом поговорили, выяснилось, что сын у него умеет снимать уже, ну, девятиклассник был. Вот, а потом мы просто уже, как бы, вот все это скрутилось, когда сказали, что хорошо, вы ему камеру дадите профессиональную для съемок фильма, да, да, а пленку дадите, да, да, а фильм поможете, как бы, все это все скрепилось, и хватит на экран. Все смонтировать. Ну, да, чтобы все было по-настоящему, и чтобы это как-то, ну, не на полку, а где-то, чтобы это, да, типа, это вообще сюжет интереснейший. В общем, мы уже знали, что если вот все сложится, как нам, мы себе надумали, то будет снят фильм, он будет сделан добротно, и он выйдет сейчас в киножурнале «Сибирь на экране». «Сибирь на экране» – это такой киножурнал, который показывался, вот, как заставка перед художественными фильмами в кинотеатрах Сибири и Дальнего Востока. Вот, там было четыре варианта. Либо новости, это чисто политические новости, либо «Фитиль», либо «Иралаш». Вот это все любили. «Фитиль» и «Иралаш» в этом зале было оживление. Может, это весело было? Новости не очень любили. А «Сибирь на экране» – это такой промежуточный вариант был, потому что там было что-то и о ржатве, там, этих, на доях, все. Но в том числе были какие-то интересные сюжеты. Вот нас вставляли, предполагалось, ставить именно вот сюжет интересный. Вот и в результате, да, после завершения «Сибирь» на экране это вышло, и ее показывали по Сибири и Дальнего Востока, и вот в первом приближении я посчитал, сколько кинотеатров было в то время, вот, и сколько там это крутилось, ну, где-то 25-30 минут. У нас посмотрели, нас заметили, естественно. Вот, и потом уже вот взяли под крыло там, как комсомол в первую очередь, потому что это была работа по месту жительства считалось, и это было в тренде. Вот, ну, чисто как нюанс я могу сказать, что вот тем девятиклассникам, которые вот с нами пошел, это отец его готовил, вот, он хотел, чтобы он стал тележурналистом, но понимал, что ему нужна вот школа жизни, чтобы он вот побыл в настоящем деле таком-то, да, там уже был такой домашний ребенок, все, вот он после Контики действительно вернулся со всем другим человеком, и потом пошел, поступил, выучился, и на сегодняшний день, я думаю, что мало кто из вас не знает имя Аркадий Мамонтов. Вот, вот его первая работа для большого экрана, она была сделана в рамках вот Контики, пиар-акции клуба Контики. Вот, а потом, в 80-м году мы уже, как бы, вот, организовали экспедицию по Азовскому морю на плоту на нашем, ну, там была уже другая конструкция, еще более надежная, ну, чтобы было понятно, что мы не были не полные авантюристы, мы были авантюристами, конечно, вот, в полном понимании, потому что с детьми соваться в такие серьезные водоемы, ну, это, как бы, ну, достаточно сумасбродные были идеи такие, но в защиту могу сказать, что у нас хватало благоразумия и грамотности, чтобы рассчитать, вот, понимая, что такое Азов, вот, у нас пилот был сделан очень серьезный, и в подтверждение он выдержал шторм. У нас есть справка с Ейской метеостанцией, которая подтверждает, что, вот, выдана к клубу Контики, что вот в ночь, там, с 5 на 6, по-моему, июня 80-го года в акватории шторм усиления штормового ветра до 26 метров в секунду, очаг грозы с выпадением линиевого дождя. Вот в ночь, когда это был шторм, когда в Азовском море не было ни одного судна, все были получили штормовое предупреждение, разбежались, единственное плавающее средство в акватории Азовского моря это был плод Контики, на котором было, пусть простят меня, вот, понимающие люди, семь семиклассников, четыре четвероклассника. Вот, и мы пересекли Азовское море из Миувского лимана, вот, в сторону Глафировки через Тагазовский залив за одну ночь. Ну, ветер был сильный. А у вас не было никакой радиостанции, да? Вы не знали, да, сводку? Нет, мы не знали. Нам посередине моря, где-то часа в четыре подошло судно, сказалось, что, типа, ребята, смывайтесь, штормовое предупреждение страшное, что он будет. А мы думаем, куда мы смоемся, у нас этот парус, парус уже был приспущен. Ну, попытались, чтобы он нас там подтянул, но по такой, там уже волна была приличная, уже мы пытались подойти, но я ему сказал, что давай, плыви, а то ты потонешь, мы-то точно с нами ничего не будет, а ты нас еще сам грохаешь, ну, потому что на волне подходи, там цепляться-то бессмысленно. И все, он ушел, и мы спокойно уже под гонимым ветром совершенно спокойно шли в сторону Ейска, а потом утренним бризом нас пригнало Глафировки. Вот, и потом плод пережил еще один шторм уже в прибрежной линии, а потом третий, и потом все-таки мы приняли решение вот эту экспедицию приостановить. Ну, страшно шторм было? Ну, я скажу так, что первоначально, когда начало задувать, и, в общем, когда уже с Настей стали свистеть, я понимал, что это дело нешуточное. И волна на Азове, она крутая, вот, море не глубокое, поэтому там эти тувалы как бы на океанские не получаются, там она хаосная такая получается. Но плод держал очень уверенно, вот, я уже успокоился, когда вот, ну, как бы понял, что уже сильнее не будет, и то, что было, плод держит нормально. Там фишка была в чем, что вот у нас пять пар сдвоенных направляющих, ну, обрешетка, и, соответственно, поперечины. Вот, и мы договорились с нашим чекаловским заводом, он выпускает, ну, самолеты теперь уже можно говорить, да. Мы там через обком комсомола выпросили у них, они нам нарезали дюралевые пластины, специального авиационного дюраля, который обладал повышенным коэффициентом гибкости. То есть дюралевая пластина, она в кольцо сжималась, но не ломалась, короче. И вот у нас все направляющие поперечины были прошиты вот этим дюралем. Поэтому они как наборные сэндвичи были, значит, доска и там 20-митровая фанера была. И вот прошиты этими дюралевыми пластинами. Поэтому если даже, расчет был такой, если даже деревянная балка лопнет, ну, на волне где-то, да, то дюраль не даст ей конструкцию расползлись. И в силу того, что это все было сшитым дюралем, то даже у нас, у нас в одном месте балка лопнула под мачтой, но плод он не располз, потому что дюраль ему не дал. Вот на это был расчет. Он просто как, ну, как лист бумаги лежал, и вот он ходил вот так вот все. А пацаны просто, когда вот начало задувать уже по-серьезному, они просто все в кубрике были собраны. Ну, там посередине плота у нас сначала была палатка, там домик был такой уже. Вот последняя конструкция там конкретно кубрик такой делается. Вот это, чтобы от дождя, с праздством от ветра, вот все. Вот они сидели в палатке, и я им всю ночь песни пел. Там был такой выпуск «Ровесника», «Комсомольская правда» выпускал, там была статья, что да, вот, что я всю ночь просто под гитару там песни спевал. Причем в этот момент на борту вот вместе с нами был этот телекорреспондент, журналист новосибирского телевидения Володя Соколов и субкор «Комсомольская правды» Паша Гутеонтов. Это за Фалом Парусом. Тогда был вкладыш, комсомолка такой, значит, где, ну, для подружков, для детей. Вот он, вот в экспедицию на Азов со мной, вот он на плоту в это время был. Он до сих пор всем рассказывает, как он это с нами, с Контики посередине Азовского моря болтался там и это. Ну, в общем, весело было. Комсомолка, кстати, над нами там очень много, мы с ней сотрудничали, она потом в 79-й, я забыл уже, по 79-й, вот я сказал, 78-й Иссыкуль, а 80-й Азов. В 79-м мы ходили в Петрозаводск-Ленинград, от Ладога, Ладожское, Онижское озеро, я финишировал в крейсере «Революция Аврора». Вот здесь вот можно сделать снимочек, вот это вот, вот он, да, это на крейсере «Революция Аврора», спиной это я стою, сдаю рапорт замполитусом Исенко лейтенанту о том, что экспедиция посвященная Татата закончила, справа команда «Авроры», а слева это мои беспризорники, причем вот эта группа была уникальна, это были местные бандиты, ну, такие трудные подростки-то называемые, вот они в начале года у меня подошли, сказали, «Володя, ты возьмешь нашу экспедицию?» Я им поставил условие, что будете тренироваться, улучшите учебу, не будет проблем там с комнатой милиции и так далее, будьте нормальными, все, пойдете. И они весь год у меня, вот они честно исполнили свои все обязательства, и они пошли со мной, вот они финишировали и на «Авроре» вот стояли. «Аврора» была закрыта для посетителей, значит, мы вот, причем сделали это без согласования с кем-либо, хотя «Аврора» считается, как и Красная площадь, это объекты ЦК, КПСС, а на объекте ЦК КПСС, где любое мероприятие должно было согласовываться с политбюро ЦК КПСС, ну, это там вот Брежнев, Косыгин, вот они должны были сказать, что вот это мероприятие можно. Мы, конечно, ни с кем и согласовывали, но сделали так, там уже тоже был пиар включен, вот, что «Навроре» все считали, что все согласовано, и вот спустили «Адмиральский трап», значит, ну, сначала там «Ялы» спустили, чтобы нас подтянуть, один, потом второй, вот, потом милиционер приехал там на моторке, проспал, видно, кто, что, как, мы ему газету с ее сменой, где уже написано, что первая группа финишировала, с велосипедистов, вот теперь вторая группа будет финишировать на «Авроре», то есть он тоже посчитал, что все уже сделано, ну, это про «Стап и Бендер», если говорить. Вот, и, короче, по «Адмиральскому трапу» мы поднялись, на «Авроре» вот стоит команда, издал рапорт, провели экскурсию, все, и потом мы начали разбирать этот плод в 100 метрах вот этой, от этой «Авроры» на набережной, а ночь и утро до обеда плод стоял вот пришвартованный к «Авроре», приехало местное телевидение, та смена, по-моему, была, они сняли новостной сюжет и показали, как вот у «Авроры» стоит какая-то посудина непонятная, вот, рассказали про клуб «Кантики», все, и вот это, и вот только после телевизионного и этого новостного сюжета эта информация дошла для обкома партии Ленинграда тогда, а тогда им заправлял Романов, ну, кто постарше, он знает только Романов, его пророчили за место Брежнева в свое время, вот, он узнал, матом крыл этот Голливуд весь наш, вот, кто разрешил сначала, вот, а тебе ему «Комсомолку» показывают, в общем, он искал там, вот, это у меня, где этот Коваленко, этот Гутиотов, а Паша Гутиотов, уж он, с него пошло, с публикации в «Комсомолке», все, вот, но потом, вот, вот я потом уже узнал от Паши, что, когда Романов-то вот узнал про эту всю историю, сначала-то на эмоциях, потому что он сам перепугался, у Авроры что-то, кто-то швартуется, он не в курсе, вот, а потом, когда он узнал, он сказал, а где эти пацаны живут? Вот, эти, ну, ответственные работники, кто-то за нами послеживал, говорят, да они в школе, там, на матах в спортивном зале ночуют, там, вот, плот разбирают, и он их опять всех это послал крепким этим народным словом, сказал, да, героев таких надо в гостиницу поселить, и они припросили к нам, сказали, что, ребята, вот, давайте, вам там гостиницу, все, я говорю, не, нам там неудобно, далеко, нам здесь подручнее, так, мы вот в спортзале разобрали плот и отправили его потом в Новосибирске, но, вот, на фотографии, на заднем плане, там, Володя Соколов с камерой, в кадре, вот, в этом есть, вот, там, вот, за моряками, за моряками, мужик снимает, вот, и он снял про это все, это безобразие фильм, и был звонок из, из, из Ленинградского обкома, в Новосибирский обком, сказали, ребята, ну, в общем, начудили тут ваши, конечно, по полной, молодцы, конечно, но, давайте это говорится так, вы у себя в Новосибирске там это показываете, что хотите, чтобы на центральном телевидении этого фильма не было, вот, и так его и не было, потому что потом мы познакомились с Сенгевичем, он нас пригласил в клубки на путешествия, вот, специальный сюжет, ну, выпуск про клуб Кантики, и запросил наши все эти кинухи, оригиналы, и мы ему отправили вот этот, как раз там и Сыкуль оригинал, и, и оригинал вот этой Ладоги-Онеги, ну, потом, видно, там, какие-то специально обычные люди, ему сказали, что не надо это показывать, вот, и, собственно говоря, не было клуба путешествий с нашим, про наше это путешествие, про Ладогу-Онегу, и пленку нам не вернули, по всей видимости, где-то она там была похоронена. Вот этот фильм, который снимали, да, про вот этот. Валерий Иванович, я вам, знаете, что хочу рассказать? Заброшенные корпуса Ленфильма с кучей пленок советских снесли буквально в Питере, ну, буквально два месяца назад, я там был, там был такой кладезь, ну, просто там нужно было рыться и искать. Приезжал блогер с Москвы, который занимается оцифровкой, он много пленок очень с собой забрал в Москву, а потом это все просто тракторами сравняли, вместе с пленками это все хранилище. Ну, вот это удивительно, потому что, как мне объяснили, А может быть, этот фильм там и был? На Новосибирской кинохронике сказали, что вот когда в 90-е проблемы были с финансами, с зарплатами, там все, что просто смывали серебром из пленок, вытягивали на продажу, поэтому многие, вот мы, у нас было два этих по Иссыкулю, две пленки, одну мы отправили в Клубке на предшествие, а одна сохранилась. И вот они у нас буквально лет пять назад, узнав, что у нас вот есть вот оригинал одной из Сибири на экране, вот они у нас выцегнили. Но в обмен дали нам цифровые видео еще двух выпусков, которых у нас не было, где тоже про контики были сюжеты. Вот, ну, такой бартер был, взаимовыгодный. Вот, ну, в общем, а потом у нас пошли, когда у нас уже в клубе вот это все стало в школе как поверье, это стало модно, это было трендовое, это стало для подростков вот побывать в экспедиции клуба контики, это, в общем, это какой-то другой уровень такой был просто, это статусность такая была. У нас уже там мерч был, у нас уже были кубные зрачки, были к тому времени, у нас уже майки фирменные были, это контиковские. Слово-то такого не было мерча. Нет, да, но мы-то, мы не знали, что это мерч, но мы это делали, мы это понимали, то есть это маркетинга составляющего начиналось, вот, и народу уже у нас утром на тренировку, вот в 6 часов утра в спортзале начинались тренировки клуба контики, там до 200, 300, в начале года до 300 человек проходило, потом, ну, убывали, убывали, но и все равно уже плота одного не хватало, и мы тогда открыли для себя велосипедное направление, вот в 79-м первая группа была, плот и вело, а потом уже пошли постоянно плот, вело, потом, когда стало народу еще больше, мы начали делать экспедиции, допустим, плот, вело, трудовой лагерь в колхозе, там какие-нибудь яблоки собирали, и экскурсионка, то есть, допустим, 4, как бы, за экспедицию, все группы проходили 4 этапа, плот, велосипед, трудовой лагерь и экскурсионка, ну, в Москве обычная экскурсионка там, вот, и потом в 85-м мы ходили еще раз Азов, в 84-м плот выходил у нас Каспий, потом были экспедиции крупные такие вот, велосипедные, вот, Слава, Красная Гвоздика, это Ленинград, Москва-Ленинград, Кольцо Памяти, там 8 групп у нас крутило, одно направление шло, мы финишировали, стартовали с Красной площади двумя направлениями, одно, что по Прибалтике, Белоруссия, финиш в Минске, а второе, то Курск, Орел, Харьков, там Украина и тоже в Минске все эти, там по 200 человек на велосипедах, поэтапно все это дело, то есть, вот, потом мы уже начали с 85-го, у нас первая международная экспедиция была, с болгарами, мы потом в Болгарию съездили, потом у нас экспедиция была, значит, с болгарами на плоту, они приезжали сюда, а потом пошло уже 88-й год, в 88-й мы сделали экспедицию советско-американскую детскую, это были плот, морские ялы, велосипеды из Новосибирска, Котовска, потом в 89-м у нас экспедиция была по Америке уже на велосипедах вдоль Миссисипи, а в 90-м году мы сделали экспедицию «Русская зима», там 203 школьника со всего Союза были, группа из Норвегии была, школьников и группа из Америки, и мы по деревням Черепановского района, такое крупное мероприятие такое было, экспедиция такая масштабная, это они перемещались из деревни в деревню зимой на Новый год, новогодний, это перед Новым годом началось, новогодняя ночь была в одной из деревень, там йога, снежный городок, там театрализованное представление, это все надо было сделать, вот, и перемещались из деревни в деревню на русских тройках, на лыжах пешком, и из Якутии мы привезли две упряжки оленей на военно-транспортном полете, это мы с Сибуо решили, они там, значит, две упряжки, две упряжки, вон верхняя фотография, вон там это групповой снимок «Русская зима» отчасти, а самый верхний снимок это вот краски вот оленей упряжки едут у нас, а слева вот сразу, это вот 79-й год, Ладога-Онега, и написано «Счастливого плавания» Тсенкевич, он писал в 79-м году, вот это как раз мы встречались с ним, когда разговаривали «Клубы крупных путешествий», вот, вот в 90-м году, вот это крупное мероприятие такое, это такая экспедиция была, ну, серьезная, последняя, наверное, в старой эпохе, вот, потому что потом, ну, во-первых, потом я уехал в 90-м году, я поехал в «Кругосветку», у меня не было почти три года, здесь после меня Олег еще организовал там экспедицию, одну пообеду, что вторую с болгарами, вот, и потом начались эти вот лихие времена, когда стало небезопасно, вот это как раз о здоровом балансе авантюризма какого-то, ну, вот этого, и разума, что стало понятно, что уже вот в том формате, в котором мы организовали детские путешествия, уже стало небезопасно, потому что, ну, много лихих и безумных людей появилось, вот, бандистующих, и поэтому мы просто прикрыли, и потом клуб существовал в каком-то формате, в таком, в локальном, то есть мы собирались, какие-то свои мероприятия проводили там, по ходу выходного дня, небольшие, но уже вот пока, и вот новейшая история начала в 2004 году, когда был построен уже новый плод, абсолютно новый, уже нового класса, вот, да, 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 вот нового класса, то есть, это вот посудина, это на гондолы, сначала он на камерах был тоже, потом его поставили на гондолы, это рундуки, где хранится оборудование, личные вещи, это кухонная зона, там тоже рундуки, вот, это домик-кубик, здесь это кухня, там газовые печки, посуды и так далее, здесь это каюта капитана, ну, не каюта, а такая комната капитана, там оборудование всякие, карты лежат и так далее, вот, и с тыла там вход, это кубик, ну, то есть он распальнился, спальня места, да, комфортный, мотор, лодка, вот, ну и парус и мачта, собственно говоря, посудина очень надежная, то есть мы его зарегистрируем уже в инспекции маломерного флота, бортовой номер есть, то есть лицензии, разрешения, все уже по-настоящему, вот, и вот нас летом по Апскому морю ребятишки ходят, значит, вот, там, ну, самые младшие группы, которые мы делали, это там 6-7 лет у нас, ребятишки с этого возраста, где 13 дней у них маршрут рассчитан, вот, ну, и вот в рамках этого маршрута они постигают азы вот этой вот жизни на природе, общение с природой и азы, вот, туристическая жизнь, то есть это все, вот, костры, палатки, там, дрова, все, варка, вахта. Родители смелые люди, я бы, честно говоря, 6-летнего ребенка, наверное, помоялся бы, вот, да. Ну, в основном, вот, это вот, маленькие, это уже внуки первых кантиковцев, которые сами прошли эту школу, и они, как бы, ну, понимают и понимают, они сами это проходили, они знают, что здесь все под контролем, как бы, вот, они не предоставлены сами себе, и все необходимые с точки зрения безопасности мероприятия проводят, что если они там лежат купаться, то это не так, чтобы сам полез куда-то и пошел. Вот. Как ни странно, со старшими гораздо сложнее, потому что вот у них, когда уже они там вот как раз рассматривают такое путешествие, как вариант, так, отрыва такого и чего-нибудь, но здесь... Постоянно пытаются уйти из-под контроля. Да, ну, здесь свои механизмы, собственно говоря, они были разработаны еще вот в старые добрые времена, когда вот я там ходил, допустим, вот с этими, с этот... с юными правонарушителями, то есть там все предельно просто, откровенно, и все все понимают, что любое действие, которое вот ведет, несет себе риски, оно будет пресекаться, причем, ну, не в том, что там кто-то кому-то будет по голове там стучать какими-то тяжелыми предметами, а все, все просто, просто человека отправляют, они знают об этом, что если я, вот я, допустим, на группе, я вижу, что какой-то человек, ребенок ведет себя так, что он несет угрозу, ну, в первую очередь себе, и вторую очередь, ну, своим членом команды, вот, то он просто-напросто отправляется домой, вот еще, и родители об этом знают, и он это знает, и он знает, что это будет сделано, вот, поэтому один раз я делаю предупреждение, второго предупреждения просто они знают, что второго не будет, я просто-напросто соберу манатки, и мы поедем домой, а все будут съездить и ждать, когда я вернусь, вот и все, и поэтому там коллектив воспитывает просто-напросто, мне сильно утруждаться не надо, я просто объясняю, политику и все как это будет поэтому вот до сегодняшнего дня вот у нас через там два года будет 50 лет от нашей всей этой затеи ну никаких у нас вот серьезных происшествий которые могли бы сказать что вот мы там не было вот бывают травы мелкие понятно что там допустим были случаи когда клещ допустим но у нас в сибири клещ это есть ничего тут не поделаешь вот ну собрались отвезли в больницу вынули поставили эту прививку там понаблюдали но мелкие травмы тоже от них никуда кто-то там ушибся кто-то там это но чтобы это 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 все все что происходит это могло еще с большей вероятностью произойти во дворе когда бы они там и играли в свои там дворовые игры допустим да или там без разрешения пока родители на работе поехали бы сам этом куда-то купаться вот или в лес что-нибудь что вот умер в детстве мы это делали всякий раз возникает вопрос мое поколение вот меня кто мужики если смотрят то они подтвердят что если вспомнить чем мы занимались в детстве когда наши родители работали то вот у меня до сих пор вопрос как мы все живыми остались и не покалечить потому что там чего только мы не выдумывали какие только игры не были вот и в этом плане я допустим всегда говорю что риск он всегда существует магазин за хлебом и ешь да но гораздо проще вот эти риску убирать когда вот как-то не все в куче под надзором человека опытного который может прогнозировать ситуацию нежели когда вот ребенок предоставлен сам себе и тем более в городе здесь рисков еще больше вот поэтому здесь это спорная теория что вот как бы вот где-то там что что-то произошло и поэтому давайте все позакрываем вот вот это не не видне то решение которое надо искать вот потому что где-то кто-то значит недооценил или вы или просто повел себя очень халатно вот и допустила расчеты и который повлек за собой серьезные какие-то последствия но это не значит что теперь давайте мы все все везде все позакрываем вот ну а планах значит в двадцать пятом году да ну вот этот музей мы кстати построили клубу вот где мы сейчас находимся и снимаем это видео в пятнадцатом году 2015 нашему клубу исполнялось 40 лет и вот по поводу этого мы решили организовать такое новое мероприятие собрать кати ковцев там вот ну чек 80 может быть что собрали с разных поколений было такое посиделка такая там со слайдами все и вот во время подготовки мы отправили письмо в норвегию музеи контики осло с приглашением сына тура хирдала были у нас основания вот на такой как бы казалось бы вот где мы где тур хирдал были потому что еще в восьмидесятом году мы отправили письмо нам семкевич как бы дал адрес когда мы с ним познакомились тура хирдала мы написали тур хирдал в то время работал в италии жил мы отправили его письмо он нам ответил мы ему опять отправили он написал что тип он редко кому пишет дважды но нам и затем завязал с переписка он дал добро чтобы стать почетным президентом нашего клуба вот и собственно говоря вот там вот у нас вот можно посмотреть вот письмо вот письмо это копия письма тура хирдала до который написал там каком это значит 28 мая 900 1980 года вот это ответ на наше письмо мы пригласили принять участие в нашей экспедиции он тут подробно объясняет почему он не сможет что-то занят чем он занят и желает нам всячески удач и выражает свою надежду что все мы отличные пловцы ирония в этом письме было в чем что сам тур хирдал отправлять свое путешествие плавать не умел а вот так вот и собственно говоря на нашего дознасу юбилей сын приехать не смог но приехал представитель директора по маркетингу международным коммуникациям музея кантики из осла вот и причем он как у нас сказал что и добро на эту поездку его давал сам король норвегии потому что тогда уже от начались известные события и возникли напряженности и как бы связь от между норвегии россии уже как-то такая была не очень вот и на одном из приемов вот представить представитель музея сказал что вот у нас тут такая щекотливая пикантная история нас из россии пригласил принять участие вот 40-летие своего клуба клубка антики в сибири у которого почетным президентом являлся тур хирдал собственно лично и который с ними был в переписке вот и от они нас пригласили на 40-летие что нам делать и вот король как усказал что-то король норвегии сказал что ну вот чтобы там не было но к этим ребятам надо ехать и дал добро и вот приехал значит представитель и привез нам в подарок вот для нашего музея который открывался как раз в дни 40-летие кусок каната с того самого плота на котором тур хирдал шум 7 году пересекал тихий океан и он сказал что это единственный случай в истории когда они дарят вот такой вот экспонат вот этот но тут темно было да вот и к этому канату прикладывать соответственно грамота которая подтверждает что данная клава к антике клуба да выдано что вот это является ну а тут оригиналы вот нескольких дом открыток от тура хирдала вот здесь очень круто вот но из таких если говорить этот экспонатов что но понятно что вот диплом у нас из наших достижений наверно что вот национальная туристическая премия сенкевича 2009 год за лучшую молодежно туристический маршрут вот ну тут письмо от нашего выпускника тестировал совета федерации михаил козлов вот поздравительная в честь этого да ну а вот это чисто для интереса чтобы было понятно как вообще вопросы решались вот когда в 1000 в 1990 году мы организовывают экспедицию русская зима с приглашением американцев норвежцев и детей со всего советского союза и для новогоднего этого маскарада этого представления нам нужен был костюм этого медведя и вот здесь вот это письмо написано за подписью 1 секретаря обкома в лксм морозова александр адресована директор нашего новосибирского оперного театра и что вот секретарь обкома в лксм просит уважаемый просим дать на такое на такое татата костюм где этого медведя да и что вот он гарантирует что мы это вернем то есть мы просто вот организационная вот что костюм чтобы добыть нужны нужны какая комплекс мероприятий нужно было переговоров провести чтобы добыть это это вот ну там из смешного для нынешнего поколения чтобы допустим вот у нас пограя ну по раскладу вот когда мы путешествует по этим по деревням то на новогоднюю ночь иностранные дети они были приписаны ну пока по хатам по семьям в этой деревне где они там но переночуют и где как бы ну какая-то еще новогодняя там пирожка будет а 90 год уже вот этот искусственный дефицит уже набирал по полной и каждая семья которая принимала иностранного какого-то ребенка или двух она получала дополнительный паек куда включалась значит банка там две или две банки сгущенки там две банки тушенки килограмм гречки наши было при этом попали мандаринок попали апельсинок на человека да вот и не поверите но это факт вот сгущенка дефицит тушенка дефицит мандаринки жуткий дефицит апельсинки жуткий дефицит коробка шоколадных конфет новосибирской фабрики вот такой дефицит тоже да и внимание подвар улона туалетной бумаги на каждую семью принимающий иностранцы в рамках этого дополнительного пакета выделялась вот ну собственно говоря если вот получилось немножко долго наверно излишне подробно но уж очень эта тема родная и дал бы вот я могу рассказать про это наверно там часами ну могу сказать что в ты в 2025 году клубу исполнится 50 лет я уже как бы вот как самоназначил себя вот этим организатором от этого всего безобразия которое предстоит вот и начинаю прописывать там потом подтянется наша команда я уверен и в рамках вот этого празднования мы обязательно соберемся все вместе вот 50 уже четвертое поколение кантиковцев будет вот совсем с древние чего меня и совсем маленький который вот нынешние вот и вот сип всем вместе берем по вспоминаем подведем итоги наметим какие-то планы и вот но в рамках этого вот мероприятия ну мне очень хочется организовать большую международную детскую экспедицию на парусном плато кантики в сибири я уверен что у вас все получится мне бы очень хотелось чтобы у меня получилось по присутствовать на этом мероприятии в 25 но главное 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 чтобы в данном случае когда вот меня спрашивают у меня достаточно часто последнее время все чаще спрашивают там как рейс там как это ну то что вы как возраст положено спрашивать о здоровье там и настроение там это все я себя говорю веришь пока у тебя впереди есть планы которые тебя вдохновляют есть этого цель от планы именно не просто планы а и на планы которые тебя вдохновляют которые тебе тебе вкусными мне кажется ты очень хочется хризовать вот пока у тебя такие планы есть жизнь идет классно жизнь пока есть планы которые тебя вдохновляют поэтому я всем пожелаю ребята имейте планы которые вас будоражит вашу кровь будоражит ваше воображение и у вас все будет зашибись просто зашибись на маленьком плоту сможет бурь и дождь и грозы взял только сны и грезы и детскую мечту я тихо уплыву лишь дом проникнет полночь чтоб ритмами наполнить мир в котором я живу ну и пусть будет нет нелёгкий мой путь тянут ко дну боль и грусть прежних ошибок груз но мой плод святы из песен и слов всем моим бедам назло в общем в общем это пушке ну и м м м Субтитры создавал DimaTorzok